Всем привет! Сегодня мы с вами будем говорить о моих последних покупках косметики. Если вам интересно, то продолжайте смотреть. И начну я, наверное, со средств для бровей, потому что в последнее время для меня эта тема очень актуальная. Я пробую довольно многие средства, выбирая, какие мне нравятся больше, какие мне нравятся больше для создания макияжа на моделях, какие мне больше нравятся для себя и так далее и тому подобное. И вот как-то долго я ждала, чтобы на сайт Beauty Joint добавили помадки для бровей от NYX и как-то их все не добавляли, не добавляли, не добавляли, не добавляли. Я уже отчаялась, потому что очень хотела с них попробовать. Короче, я плюнула и решила заказать то, что у них там было. Это вот такие вот гели для бровей. Это тонирующий гель для бровей марка NYX, так и называется Eyebrow Gel. Я взяла в оттенке блонд и еще я взяла в оттенке брюнет. Что могу сказать по поводу этих гелей? Сейчас на мне блонд оттенок на моих бровях. И сначала, когда я только-только начала им пользоваться, как-то к нему приспосабливаться, он мне одновременно и понравился, и не понравился. Первый раз, когда я им пользовалась, мне показалось, что он какой-то сильно такой выразительный эффект на бровях создает. То есть нету такой вот легкости какой-то. Но в то же время потом я к нему приноровилась. И очень, когда делаешь такие мягкие штришки кистью, то получается довольно мягкий эффект. Но в то же время, если нужна именно коррекция брови, то есть изменить ее форму, чуть-чуть где-то добавить, чуть-чуть где-то там скорректировать, там изгиб и так далее и тому подобное, то вот это средство очень крутое. Сейчас вот, как я уже сказала, на мне эти гели, вернее один из них на мне, мне очень нравится эффект, который они создают. Бровь получается выразительная, но такая не слишком какая-то броская. И особенно это актуально для блондинок, потому что у блондинок зачастую так брови сильно выделяются на фоне светлых волос. И когда добавляешь еще какой-то цвет, то получается вообще катастрофа. А вот этот цвет довольно хороший, правда после нанесения он буквально чуть-чуть темнеет. То есть, если будете покупать, то не налегайте на него слишком сильно, потому что потом он чуть-чуть потемнеет и все равно как бы выразительности добавится. В общем-то, мне понравились эти гели для бровей, буду ими дальше пользоваться. Очень хорошо тоже они держатся, это водостойкая формула, которая реально водостойкая. Я пробовала наносить, потом умывалась водой, ну естественно без средств для снятия макияжа, а просто умывалась водой и брови мои оставались на месте. И тоже взяла еще для бровей, попробовать совсем такую же дешевскую штуку. Это гель, двойной, скажем так, гель для бровей, с одной стороны тонирующая такая часть, с другой прозрачный такой лак, который как бы фиксирует бровь на месте. Компания ELF называется Eyebrow Treat and Tain. У меня оттенок Light. Вот эту штуку я еще не до конца распробовала, потому что как-то она мне немножко непонятная была. Короче говоря, тонирующий гель, он с небольшими такими ворсинками, которые как бы в теории должны делать бровь более пушистой. Но на деле я как бы этого не заметила, чтобы там как-то именно моделировал этот гель бровь и как-то реально добавлял там ей какой-то объем. Может быть я еще до конца не распробовала, короче буду играться. Вот этот вот лак для волос по-другому не назовешь, потому что здесь вот такая вот кисточка, это не щеточка, а вот именно такая кисточка. Лак этот довольно жесткий, то есть если вот этой кисточкой мазать по брови, то она будет такой вот деревянной просто. Поэтому от лака я не совсем еще в восторге, ну либо опять-таки я еще не нашла к нему правильный подход. Вот эту штуку буду пробовать дальше, буду к ней подстраивать, под нее подстраивать. Если у вас есть вот такая вот уже штуковина, то расскажите свое впечатление о ней, как вы ей пользуетесь, нравится, не нравится, в общем-то свои впечатления обязательно не оставьте. С того же сайта VichyJoin заказала новые ресницы, потому что вот такие вот реснички, которые вы сейчас видите, это Ardell, называется они Dami Wispies. И это вот такая упаковка там, где 4 пары этих ресниц. У меня они расходятся очень быстро, потому что для любого макияжа они очень классно подходят. Они натуральны, но в то же время они очень сильно вытягивают внешние уголки глаз, и глаза становятся реально намного больше с этими ресницами. Сейчас, кстати, у меня такие же ресницы наклеены на глаза. Мне очень нравится этот эффект, просто потрясающий. И эти ресницы улетают просто с каждым макияжем. Когда я делаю макияж на модели, то я, естественно, же ресницы не забираю. Но если я пользуюсь этими ресницами, то я ими до 10 раз где-то могу каждой парой пользоваться, потому что они очень-очень качественные. Если с ними бережно к ним относиться, то они вам прослужат очень долго. Поэтому классная очень такая упаковка. Для визажистов советую, для личного пользования. Вот купите одну такую пачку, и вам на полжизни точно хватит. И от той же марки заказала тоже еще вот такие вот индивидуальные пучки. Тоже Ardell марка. 212 штук, я таких понимаю здесь. Они все одинаковой длины. Еще пока не пробовала. Ну, по виду обычные себе пучки. Не знаю, может быть заглупила, что брала именно от Ardell. Давайте посмотрим. Я брала вот такие вот китайские. В принципе, они нормальные. Единственная проблема с китайскими, это заключается в том, что их настолько сильно приклеивают к вот этой упаковке, что когда ты пытаешься достать пинцетиком ресничку, то, короче говоря, ресница вся рвется, но она так и не отсоединяется от этой штуки. И половина ресниц реально с китайских вот этих вот наборчиков уходит просто в мусорку. Вот эти еще не пробовала, не знаю, как здесь будет. Если к тому моменту, как вы будете смотреть это видео, я попробую, то я обязательно где-то напишу, как они снимаются и насколько они мне понравились. Но пока вот просто показываю в покупках. Также, что касается косметики, попробовала я еще вот такую вот базу под макияж от Бобби Браун. Я о ней уже рассказывала в фаворитах, но покажу так, как это тоже новинка, вдруг вы фавориты не смотрели. Эту базу я не покупала, мне ее подарила сестра, за что ей огромное просто спасибо. Она вот реально потрясающая. Я ее пользуюсь сама, я ее не использую ни для работы, ни для чего, вот сама просто пользуюсь ей. Обалденная база именно в плане замещения, вот полного замещения дневного крема. Я не пользуюсь сейчас дневным кремом своим, а пользуюсь вот этой вот штукой, потому что она настолько хорошее увлажнение дает кожу, что я просто в шоке. База сама довольно плотная, но когда вы начинаете разносить ее вот так вот между пальцами, растирать и потом наносить на лицо, она на лице сразу тает и как будто даже в воду превращается. И после того, как вы ее нанесли, лицо выглядит вот таким вот, знаете, как персик. Оно не блестит, оно не влажное, оно не такое вот, как будто бы только-только намазали какой-то увлажняющий крем. Оно именно уже полностью подготовлено к нанесению макияжа, даже через 2 минуты уже после нанесения этой базы. И макияж реально красиво ложится, красиво держится. Короче, эта база сейчас на мне и уже прошло, наверное, часов 5, как я нанесла макияж, и все эти 5 часов я снимаю видео, сижу в жаркой комнате без кондиционера, чтобы, ну, как бы видео не было его слышно, и под софтбоксами сейчас сижу, и, ну, сколько я могу видеть, макияж выглядит довольно хорошо. То есть ничего не плывет, при том, при всем, какая она увлажняющая и комфортно тоже ощущать макияж на лице, поэтому я всем рекомендую эту базу, всем, кто может себе ее позволить, потому что она довольно дорогая, она в ценном сайте, если я не ошибаюсь, 56 долларов она стоит. То есть, ну, довольно-таки дорогая база, но если у вас бюджет позволяет, вот 100% присмотритесь. Эти две палетки я уже показывала в своих фаворитах недавнего времени, если вы не видели это видео, то я оставлю ссылку внизу, посмотрите обязательно. Хочу рассказать в покупках еще раз про эти палетки. Это две новые палетки от Фаберлик я заказала. Одна из них 51-49, это та, которая у меня сейчас на глазах. Здесь я использовала вот этот вот светкий голубой оттенок, и такой серо-голубой, наверное, оттенок, его так можно назвать. Обалденные просто металлические тени, очень красиво выглядят, хорошо держатся, очень красиво смотрятся, бюджетный аналог каким-то дорогим металлическим теням, каким-то пигментам металлическим. Короче говоря, я эти тени обожаю, уже у меня 4 штуки, 4 палетки в коллекции. Но я еще заказала вот такие вот, которые в такой вот серо, ну да, в такой стальной серой гамме, для того, чтобы делать муки айс. И вот с этой палеткой я делала с муки айс, уже и столько комментариев получилось, столько комплиментов получила. Я в жизни, наверное, столько не слышала комплиментов по поводу макияжа, который там на мне когда-либо был. В инстаграме очень много там комплиментов, что макияж очень красивый и в жизни. А я с ним тогда ходила на день рождения к мужу моей сестры. Короче говоря, там просто все закомплиментировали меня, поэтому очень советую присмотреться. Если вам нужны такие именно конкретно насыщенные, классные, бюджетные металлические тени, то вот вам очень хороший вариант. В плане косметики у меня все. Еще осталось пару вещей, которые тоже хочу упомянуть. Купила я все-таки вот такую вот большую бадью шампуня Брелил, который называется Hair Lift Complex. Короче говоря, это какая-то там золотая серия с гиалуроновой кислотой. Я покупала уже маленькую баночку такую, как бы на пробу, и мне маленькая настолько понравилась, что я решила заказать все-таки большую бадью. Не знаю, в общем-то, правильно мне кажется или неправильно, но у меня почему-то такое подозрение, что в маленьких баночках, ну, именно конкретно, этот шампунь в маленькой баночке был гораздо лучше. Вот этот, ну так, или солидно послабее, или у меня вот в организме что-то такое бешеное происходит, из-за чего волосы ведут себя отвратительно в последнее время. Когда у меня был уход от Moroccan Oil, у меня вообще не выпадали и не обламывались волосы. Вот просто вообще. Я когда мыла волосы, то вот, ну, знаете, как иногда, когда мышь, они там вылазят. Я извиняюсь за подробности, но, короче говоря, когда я пользовалась Moroccan Oil, у меня просто вообще не выпадали волосы. Я настолько в шоке была, я вообще не понимала, как это, как это может быть вообще. Потом я зажала деньги на Moroccan Oil и купила маленькую баночку вот этого. Волосы начали немножко выпадать. Вот совсем-совсем чуть-чуть, там пару, может, волосинок выпадало, но, в принципе, были тоже очень красивые. Видно, что волосы живые, ухоженные, в общем-то, никаких нареканий. Купила вот это. И как-то, короче говоря, вернулась я, по-моему, на исходные позиции. Волосы начали как будто немножко больше обламываться, то есть появился снова вот этот вот пушок, которого у меня уже давненько не было. И тоже вылазит очень сильно. Ну, не то чтобы прям очень-очень сильно, было, конечно, и похуже, но вот я заметила конкретную разницу по сравнению с тем, что было. Я не знаю, связано это с этим шампунем, или, может быть, это какие-то мои внутренние проблемы, может, это связано с тем, что я перестала есть мясо. Я не знаю, короче, с чем это связано, но волосы стали очень сильно вылазить, и как-то в общее состояние их не очень становится. Поэтому как-то я не знаю, с чем это связывает. Но я бы, наверное, все-таки для перестраховки советовала бы вам покупать в маленьких баночках этот шампунь. В маленьких баночках он очень классный. И последнее, что хочу вам показать, это я заказала новые баночки топа и базы от Шилак. Вернее, это не Шилак, это, как это сказать, подделка, аналог. Ну, скорее, подделка, потому что все логотипы, там, Шилак, Синди, ну, короче, все указывает на то, что это Шилак. Но я купила это в группе ВКонтакте. И я просто удивилась цене, потому что стоили они реально намного дешевле. Я купила каждую за 190 гривен. А обычно Шилак сейчас стоит около 400 за каждую. То есть, ну, так солидно дешевле. И в два раза, грубо говоря, дешевле. И я переспросила в группе у девочки, точно это оригинал. Она сказала, нет, это не оригинал. Но по химическому составу они очень похожи, поэтому, как бы, с ними проблем нет. Я так скептически к этому отнеслась. И спросила, подходят ли эти топы и база к оригинальным лакам. Потому что именно цвета у меня все оригинальные. А топы и базу я вот решила рискнуть попробовать такие вот подделки, скажем так. Она сказала, что проблем, как бы, никаких не было. Ну, короче, я решила заказать. Я попробовала. И могу вам с полной уверенностью сказать, что я разницы не заметила. Вот честно. Вот сейчас у меня накрашены в ногти Шилаком Кейк Поп, по-моему, называют этот цвет. Ну, сам цвет это оригинальный лак. Но я боялась, что он у меня начнет скалываться через там два дня. Или он пузырится будет у меня при нанесении, когда я буду закреплять в лампе. Вообще разницы не заметила. Нет, вернее, я заметила одну разницу. Вот эти средства ужасно сильно воняют. Просто такая вонь дикая. Химозы такой просто противнейший. А оригинальные Шилаки, они, ну, конечно, тоже мало приятного. Не парфюм, естественно, но нет вот такого жуткого просто химозного запаха. Вот это единственная разница вот именно в запахе. В том, что вот не очень приятно. А, и еще есть разница в кисточке. Кстати, кисточка в этих аналогах более жесткая, наверное, так можно сказать. Да, она из какого-то другого материала. Она более жесткая. Но мне, кстати, это понравилось больше, чем в оригинале. Потому что в оригинале она, да, более мягенькая. Но и в то же время она такая, знаете, как бы более гуляющая, что ли. Это ты наносишь, и он как-то очень тонко, ровным слоем сразу вот наносит вот этой более такой жесткой кисточкой. И сразу получается ровно, красиво, все замечательно. Оригинальная кисточка, она более такая, знаете, какая-то мягенькая, что ли. Ну, не то, чтобы она совсем мягкая, но более мягкая. И ей наносить вот мне лично было менее удобно. Поэтому я очень довольна все-таки, что я их купила. Потому что оригинальные реально сейчас очень-очень дорого стоят. И я думаю, что раз такое дело, надо попробовать еще цвет какой-то себе заказать и проверить, цвета тоже так хорошо выглядят. Или же все-таки цвета лучше покупать оригинальные. Короче говоря, если вы пользовались, как мне сказала девушка эта ВКонтакте, это польский аналог этих лаков. Если вы пользовались, пожалуйста, расскажите мне, как себя ведут цвета, так же или не так же. И если вы в целом пользуетесь какими-то недорогими гель-лаками, то как они себя ведут, сколько держится. Потому что шелак на мне как прибитый, держится две недели. И я переделываю маникюр только исключительно из-за того, что уже зарастает кутикула, отрастает ноготь, уже руки выглядят неухоженно. Тогда я переделываю маникюр. А так, чтобы у меня что-то там скалывалось или как-то некрасиво выглядело, такого вообще никогда не бывает. Ну вот и все. Показала я вам все свои последние покупки. Надеюсь, видео вам понравилось. Если так и было, то, конечно же, ставьте пальцы вверх. Подписывайтесь на мой канал, если вы еще не подписаны. Подписывайтесь на мой второй канал Beauty Benefits Pro, где выходит видео, там, мои более такие профессиональные, на моделях, там, и на мне, школа макияжа, там, на том же канале. В общем-то, поэтому обязательно заходите, подписывайтесь, и я увижу вас в следующих моих видео. Пока! Субтитры сделал Dima kasih.